Накануне состоялась встреча главы Артемовского городского округа и руководства ОМВД России по Приморскому краю, а также руководства ОМВД России по городу Артему с жителями территориального управления Заводского по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории поселка. Наши инициативные помощники, если у нас актив, который готов с правопорядком, с нами, с полицейскими работать. Правопорядок заключается не только в том, чтобы ходить по квартирам, где проживают стоящие на учете граждане. Это и различные акции, в том числе вот сегодня на выходе, мы попытаемся до каждого довести информацию по определенного рода преступлениям. На удочку этих мошенников, интернет-мошенников, каждый день в Приморье попадает от 10 до 20 граждан. И в том числе каждый, практически третий, говорит, я слышал, до меня доводили, но почему-то доверчиво верить, что в данном случае не мошенник, а дует свои деньги. Собравшиеся задавали немало вопросов. Особенно остро стоял вопрос о безопасности на территории Заводского и почему жители не могут дозвониться в полицию. Идет у нас звонок и якобы не берет трубку дежурного. Доведу. За сутки у нас принимается сообщение порядка от 70 до 150. Каждый звонок у нас дежурный по приказу МВД России номер 736 обязан полностью отработать. Первое. Это спросить полные контактные данные заявителя. Уточнить его адрес, уточнить конкретно, что случилось. Чтобы полностью ситуацией всей владеть и принять решение, в каком составе ему необходимо направить либо следственную оперативную группу, либо группу немедленного реагирования, либо принять какие-то иные меры. И зачастую граждане этого не понимают и начинают беседы с дежурным. И они занимают порядка 5-7 минут. Это минимум. Вот если взять и посчитать. Есть такие проблемы. Но когда звонит в этот момент иной заявитель, которому действительно нужна помощь, то он слышит именно кутки длинные, как будто не берет трубку, потому что телефон многоканальный. Это вы должны нас услышать, что не хватает полицейских. К нам в ДК индустриум привели потеряшку. Два часа я не могла после рабочего дня дозвониться. Уже в слезах позвонили участковому Сергею. Он через кого-то нам позвонил и спросил, что мы хотим. Два часа. Человек чисто одет и все потерялся. Просто больной пожилой человек. Это не единственный случай. Мы просто просим вас нас услышать. Это второй вопрос. Уже больше гали, наверное. Вот у нас тротуар идет от индустрии. Мимо сзади, от школы и до гимназии. И там очень тяжело перейти на рот. Главное – дорога поворот и тупиковая. Как-то нужно обозначить или переходные пешеходы. Или закрыть, чтобы там не ходили. Там видимости ноль. Вот смотрите. Мы знаем эту проблему о том, что, о чем вы говорите, необходимо сделать пешеходный переход. Но, к сожалению, не везде эти пешеходные переходы как раз в силу на роте по безопасности можно сделать. Вы правы. Вот как раз там нельзя его сделать, потому что там закрытая зона. И если мы сделаем там этот пешеходный переход, люди будут идти там как раз, а машины не будут видеть. Вот мы еще раз обратим внимание, ну я не знаю, для того, чтобы оборудовать пешеходный переход на каком-то закрытом повороте, нужно, значит, деревья снести там, ну, чтобы открыто он был, чтобы видно было. Ну, давайте мы еще раз запишем, выйдем и посмотрим. Идили, да. Полиция приезжает, дежурит. Но я считаю, что этого мало. Я считаю, что полиция должна в таком поселке, полиция должна находиться. И хотелось бы еще, чтобы детский парк немножечко привели его в порядок. Вот. Потому что, хочу сказать, вот детская площадка в парке, я хочу сказать, ну что, ну не в таком она виде. И хотелось бы, чтобы там сделали освещение. Поскольку мы ведем прием населения женщин, то очень часто повторяющийся вопрос, это по недокомплекту штата участковых в нашем отделении полиции. Два-три человека работали. Последний год просто настоящая беда. Один участковый, мы его знаем хорошо. Он хорошо работает ответственно, но один человек никогда не может сделать работу нескольким. Вот хотелось бы узнать, какие меры принимаются для того, чтобы наполнить штат. Постоянные проходят у нас встречи, в том числе в центре занятости. Постоянные у нас объявления на, в том числе на платформах фактус, на, ну на иных я не буду сейчас перечислять. Встречаемся с гражданами, в том числе при общениями с, на встречах с населением, вот. Мы разговариваем о том, что мы готовы принимать на службу органов внутренних дел. Но на данный момент на службу люди идут неохотно. И ввиду этого у нас сейчас, в том числе в поселке Заводском, как вы верно заметили, из пяти участковых, которые положены на численность населения, которые проживают в поселке Заводском, всего один участковый. В Рио начальнику МВД России по Приморскому краю Эдуард Хавабу вместе с главой города Вячеславом Квоном ответили на все. Многое попросили взять на заметку и решить.